Водительское удостоверение в соответствии с приказом Ельцина является документом. Вы у нас Юлия Алексеевна, да? Нет, я не Юлия Алексеевна. Я живая женщина. Денефицар персоны Архарова Юлия Алексеевна. Вас зовут, да? Меня зовут живая женщина с собственным именем Юлия. Архарова Юлия Алексеевна – это физическое лицо, которое открыто при моем рождении. Но я не Архарова Юлия Алексеевна. Проживаю на землях предков. А адрес есть конкретно? Ну, 51-я статья Конституции. Имею право не говорить вам, где я проживаю. Будет по одному вопрос? Да, мы вместе. Один и тот же вопрос? Да. Вы просто, ну чтобы понимать, вы приходитесь друг к другу? Нет, мы не родственники. Не родственники, просто. Слушаем и снимаем. Так. Александр Дмитриевич, первый вопрос у меня такой. Вот вы в этой прокуратуре недавно, я так понимаю? Недавно. Так вот, мне хотелось бы вначале задать вам следующий вопрос. Я уже работаю с этой прокуратурой, как представитель комитета, больше 12 лет. И до этого еще. И каждый раз объясняю сотрудникам прокуратуры, что когда наши заявления сюда поступают, или обращения какие-то, они все имеют исходящий номер. И для того, чтобы нам легче было работать с ответами вашими и не копаться в горе бумаг, вот здесь, чтобы писались наши номера. Но вот 12 лет прошло, и никак ваши все сотрудники к этому не приучились. Я почему обращаюсь к вам? Потому что вот мне интересно, 12 лет сотрудники прокуратуры не могут понять элементарные вещи для людей. Это из чего? Из вредности их характера, или из каких-то особых качеств, или умственной, как бы, несостоятельности? Вот как вы считаете, почему? Ну, я вам не могу ответить на вопрос, почему. Не можете ответить. Да, но скажите, вы юридическим лицом являетесь каким-то лицом? Я юридическим лицом не являюсь. Не являюсь, да? У нас комитет без регистрации юрлица. Комитет общественной безопасности по Рязанской области. И чем он занимается? Он занимается вопросами и социальной структурой, и бюджетной сферы, и помощь гражданам, правозащитной деятельности и так далее. Ну, это на общественных началах, да, я так понимаю? Да, на общественных началах. А сколько людей там? Сколько людей? Не, просто, чтобы ты понимали. Вот, я хочу сказать, что у нас в уставе написано, что в комитет могут входить и отдельные граждане, и группы лиц, и организации. И поэтому конкретно вам ответить на этот вопрос трудно. Почему? Потому что, например, по одному... Значит, я вот тут запрашивала, в первую очередь. Вы как начальник подписали эту бумагу, правильно? Вот мне сказали, что обе эти бумаги, которые вам подписаны, значит, обрабатывала первично Гнезделова Юлия Валерьевна, правильно? Да. Правильно. То есть она исполнитель. И вот этот исполнитель пишет нам, а вы с этим соглашаетесь, дает ссылку на 45-й приказ Генпрокурора о том, что она якобы работает в соответствии с ним. Так вот, я хочу сказать, что 12 лет и больше мы объясняем сотрудникам прокуратуры, что до этого был приказ 220 Генеральной прокуратуры, сейчас это 45-й приказ. Но там никогда не было, что если мы обращаемся о принятии мер и жалуемся на какие-то действия должностных лиц, чтобы пересылка была именно этим должностным лицам, на кого мы жалуемся. Нигде, ни в приказах Чайки, ни в законе о прокуратуре, я вам даже статью называю какая-то, 10-я статья, часть 4, там написано прям противоположная вещь. Запрет на то, чтобы наше обращение пересылали с тем гражданам о преступлениях, которых мы заявляем. У вас получилось, что мы конкретно указываем совершаемые и уже не один раз и не один год преступления, а вы этим лицам эти наши заявления пересылаете. Вот в частности, до того, как подавать вот эти заявления, а вы если посмотрели сегодня, какие вы тут давали, два ответа, да, от 22 марта, то здесь вопрос касался работы Рязанского областного суда и Рязанского арбитражного суда. И когда подавались эти заявления, если гнездила посмотрела эти материалы, а не просто так отписку дала, вот, то она должна была увидеть, что разговор идет о уже длительном взаимодействии с этими судами, с той точки зрения, что им указываются на их незаконные действия, а они все равно продолжают эти действия осуществлять. И вот мы сталкиваемся с какой ситуацией, что вот начинаем когда, как бы подбивать итоги, в чем же нам помогла прокуратура. И получается, что за даже вот за один год последний, если показать вам сведения, то никакой помощи нам прокуратура не оказывала, ни по каким вопросам. И вот если касается суда, вот я не столь давно подавала от комитета заявления, от 10 марта. И вот здесь смотрите, во всех строчках, во всех строчках перечисляются вопросы, по которым мы обращались. И это не один пункт, а вот несколько, например, 4 раза обращались. Дальше, вот, например, по нарушениям прав граждан в магазинах на транспорте, в связи с режимом повышенной готовности, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 обращений было. И везде мы во всех этих строчках пишем, меры не приняты. Последний вот здесь пункт был о том, какие нарушения были допущены председателями судов, судьями и приставами. Вот когда в Низилову писала вот это свое уведомление нам, что это пересылается в прокуратуру Советского района, дальше прокуратуру Незорожного района, она хотя бы посмотрела, что там касается действий и судей, и приставов, которые там дежурят в этих судьях. Ни на один вопрос здесь ответа нет. Вот теперь конкретно вам задаю такой вопрос. Вот все-таки, как ваши сотрудники считают, вот мы собираем урожай вот этот и видим, это когда один сотрудник ответил нам, постоянно отвечает, вот когда это была Пекшева, когда это была Соловьева, когда это была здесь еще там кто-то, да, Астахов, он сейчас продолжает эти все дела делать, то им кажется, ну и что, ну я пришел сюда, ну вот получил заявление, вот я его перешлю куда-нибудь там, в какие-то инстанции, да, он пересылает, ему хорошо живется, он хорошо дышит, он хорошую зарплату получает и так далее. А мы не можем добиваться результата ни в одном действии, когда вы обязаны эти действия предпринимать. И у нас набирается вот такой перечень длительный. Так вот, что касается судов и приставов. Вот судьям в связи с режимом повышенной готовности, еще в мае месяце было подано письмо, в котором вот мы от комитета писали, что этот режим объявлен губернатором нашим без соблюдения юридических норм и законов, и Конституции Российской Федерации есть. В чем выразилась, с чем конкретно мы согласны, что не так, нет, что губернатор. Хорошо, ладно, хотя мы это все подробно-подробно здесь уже прописали, и патчинг писали. Давайте я скажу, Дерунка. Я сейчас начну, а потом продолжишь. Про губернатора. Я же подавала заявление. Ну хорошо, давай, так у меня там тоже. Я лично подавала на губернатора заявление в прокуратуру, да, в эту областную. Во-первых, нету ни подписи, ни печати. И когда мы обращаемся в администрацию города Рязани, покажите нам живую бумажку. Есть такое постановление Верховного правительства СССР, 9778Х, который действует до сих пор СССР. Я делала запрос в Минюст, и мне с Минюста прислали. Да, действительно, это постановление до сих пор действующее. Если затрагиваются права граждан, то организация должна предоставить копию с печатью, с росписью и с указанием, где оригинал хранится. Так вот, огромное количество людей делало запросы. Предоставьте нам копию оригинала распоряжения о так называемом масочном режиме. Ни одному человеку не было предоставлено. Второе. Я лично... А я организации запрос этот делала, и тоже ничего не предоставили. Да, сейчас, подождите, Надя Николаевна. Второе. Я лично писала запрос в ГОЧС и спрашивала, для кого конкретно введен режим чрезвычайной готовности, повышенной готовности. Мне ответили, только для должностных лиц и лиц, которые являются устранителями вот этого самого режима. Не для граждан. Черным по белому. Мне пришел такой ответ. Что мы видим? Полицейские хватают людей за отсутствие масок, тащат к себе в отделение, составляют неправомерные протоколы. На меня лично пытались составить, на Надежду Николаевну пытались составить. Передают в суд, суд пишет за отсутствием состава преступления дело закрыто. Потому что мы пишем протесты. Понимаете? Там не все так делаются. Не, не все, да. Только те, кто... Это из МЧС? Это из ФСБ, Надежда Николаевна. Это из ФСБ. Нет, это МЧС. Это из МЧС, а сзади из ФСБ. Ну это сзади. А вот тут вот. Ну и то, и то, да. Это МЧС. Сидай в руки ему, посмотри. Вот дайте ему в руки посмотри. Подчеркнутые строчки. Что это касается не граждан. Да, а только именно вот должностные лица. То есть что происходит? В Российской Федерации повсеместно получается происходит. То есть непосредственные ГО, ЧС, ФСБ говорят, это только для должностных лиц. А полица изверствуют. Набивают казну штрафами. Понятно, я так понимаю, вы не согласны с тем, что существует масочный режим, да, и что сотрудники полиции необоснованно, по вашему мнению, привлекают людей, которые, привлекают к ответственности людей, которые без нас. Ну, если уж мы затронули эту тему, да, статьи, на которые они ссылаются, 20.6.1, в кодексе административных праворушений нет вообще такой. Там единичка стоит в законе, где именно в девятом, который вносил изменения вот в этот КОАП. И в КОАПе последнего года, куда введена вот статья, там один, это в апострофе, вверху стоит. И дальше еще, вот я принесла специально книжечку, могу продемонстрировать, разъяснение по ковидной ситуации по пленуму Верховного Суда. И там четко указано, что у полицейских нет права составлять протоколы по данной статье КОАП. Это прерогатива МЧС. И то не в отношении граждан, в отношении организаций, которые не соблюдают данные режимы. То есть самое главное, я подавала на губернатора, то что его распоряжение неправомерное. И губернатор у нас не является законодательной властью. Даже Верховный суд сказал, есть решение Верховного Суда, то что губернатор не является вообще законодательным органом и в принципе органом власти. Это высшее руководящее звено. Каким образом он может права граждан награничивать? То есть которые могут ограничиваться только федеральными законами. И это происходит у нас по всей Российской Федерации. И вы прокуроры по всей Российской Федерации, вы сидите и молчите в тряпочку, в голубую. Продолжаем дальше. Вы услышали, вы что-то будете предпринимать, какие-то меры? Да, мы сейчас как раз... Услышать это здорово. Мы подойдем. Вот мы наблюдали картинку какую. Вот здесь прием осуществлял вас другой прокурор. Выходит и вот масочку свою голубую, которая не является защитным средством от вирусов. И в принципе это медицинская маска, которая по ГОСТу из 68-го закона федерального о чрезвычайных ситуациях и режимах повышенной готовности вообще не соответствует вот этому использованию, которое сейчас применяют. И эту масочку, которой он был, вот эту корзиночку при входе вот туда, да, выбросил. Вот по этим маскам, которые были на человеке больше 20 минут, а он снимает ее, да, после какого-то времени, обязан быть режим использования какой? В оранжевых контейнерах, потому что эти маски с накопителями, там, бактериальной всякой среды или слюны или чего-то остального, всего прочего, являются вторым классом опасности. И для них особые условия хранения. А у нас бросают их в корзиночки, бросают их просто в коридоры. Вот, ваш прокурор сейчас вышел из кабинета и бросил. Это бросил ваш прокурор. Не успел на видео снять, понимаете? То есть нарушения идут, в первую очередь, в организациях, но почему-то бегают полицайские за гражданами и пытаются штрафовать граждан. А вы ничего не делаете. Хотя многократно это было подано. Смотрите, что здесь по судам. Значит, в суд первый раз было подано, да, заявление, где конкретно расписывалось, что губернатор не имел вот таких полномочий, что если ссылки идут на Роспотребнадзор, и у Роспотребнадзор таких полномочий не было, обязывают всех и термометрию проходить, и все остальное, и так далее, и так далее. И от комитета мы просили, чтобы председатель суда провел вот эту разъяснительную работу с судьями и со всеми сотрудниками судов. Значит, месяц прошел. Да, и для того, чтобы мы были уверены, что эта работа была проведена, мы запрос сделали, чтобы нам предоставили список работников суда с их подписями, что они такой материал выслушали, приняли к сведению, и нарушать законы не собираются. Значит, по поводу масок. Еще одно уточнение, о котором вот Юля сейчас не сказала. Значит, мы говорим о том, что даже если объявлена чрезвычайная ситуация, даже если объявлен режим повышенной готовности, то ношение масок здоровыми людьми, у кого нет симптомов и не зафиксировано, что это люди больные, это добровольный режим ношения. Никто не имеет права людей принуждать к этому. А в судах, которые демонстрируют конкретно, что они вообще игнорируют Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, это все осуществляется. На какую статью мы делали ссылку? Статья 21, часть 2 в Конституции, где четко написано, что опыты любого плана, и медицинского, и другие опыты, и какое-то вот насилие в этом плане, да, запрещены. И кто-то там начинает, как бы в продолжении этой мысли говорить, что, ну ведь это для обычных ситуаций, вот запрещены эти опыты, и надо добровольное согласие граждан. А у нас сейчас режим повышенной готовности. Так вот, тогда надо дальше посмотреть. 56-ю статью опять Конституции Российской Федерации, где продолжение идет по этой теме, где четко в третьей части записано, что статья 21, даже при режимах ЧАЭС, и уж тем более режимах повышенной готовности, никем нарушаться не должна, не имеют права ее перекрывать. А вообще, две первые главы, они подлежат неукоснительному использованию, как судьями, так прокурорами, так и всеми остальными людьми, без изменений. Их изменять нельзя. И если, например, ссылку дают о том, ну ведь как же, Путин-то указ издал, что вот режим, что он полномочия передает главам субъектов Российской Федерации, нельзя использовать указ Путина, потому что он так же, как и у губернаторов, не подписан, без печати. И в 90-й статье Конституции конкретно указывается, что указы президента, если они не соответствуют федеральным законам и противоречат Конституции, они не могут считаться действующими, легитимными. Они ничтожны. Вот у нас указы президента ничтожны. Дальше. Губернаторское распоряжение ничтожны юридически. Судьи это все не используют. Дальше. Я не знаю, с какими бумагами, которые мы посылаем от комитета, вы знакомились, но вот здесь у меня есть очень интересный документ, который позволяет нам утверждать, что, а это был послан документ, Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности, Следственный комитет Бастрекину, и заявители это были и граждане отдельные, и организации. Вот здесь собран материал о том, что выяснены сейчас все эти факты, которые 30 лет от граждан скрывались, что у нас нет никакого государства Российской Федерации, что у нас есть торговая корпорация, которая зарегистрирована за рубежом, и эта частная корпорация управляется иностранными гражданами, представителями вот этой корпорации. Вот, например, здесь находим мы в тех организациях, которые указываются, да, и Генеральную прокуратуру в том числе. Вы про это в курсе? У ПИК, сайт, который регистрирует коммерческие структуры. Вот здесь конкретно приводится ОГРН этой структуры. Если эта ОГРН начинается с единички, а Генеральная прокуратура именно с этого начинается, и все прокуратуры начинаются как подструктурные подразделения Генеральной прокуратуры, тоже с единички, вот, и точно так же, как и суды и все остальное прочее, да, вот, то фактически Медведев, когда регистрировал торговую корпорацию Российская Федерация, то он является просто агентом иностранных фирм. И лицом, который возглавляет эту корпорацию, там Габриэль, как-то вот я фамилию и имя дальше. Это вся информация, она есть. Она вся с сайтов таких серьезных взята. И что мы говорим на основании вот этой бумаги, главной очень, да, важной, что постольку поскольку и у судов ОГРН начинается с единички, то они не являются государственной структурой. По Конституции Российской Федерации... ...не являются государственными органами, да? Да. У них все ОГРН на единицу. То есть та же, как прокуратура. У каждого сотрудника прокуратуры доверенность должна быть в соответствии с федеральным законом о прокуратуре. У вас есть доверенности у всех ваших сотрудников? В ЕГРЮЛ единственное лицо, которое имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица, указано Панченко. У всех остальных сотрудников при взаимодействии с третьими лицами должны быть доверенности. У вас есть доверенности? Ни у кого нет доверенности. Мы поэтому как бы и на этом уже много раз взяли внимание. Пока еще Панченко не реагирует на эти моменты. Зубков выходил здесь тоже, как бы не среагировал. Но мы продолжаем. Какой мы сейчас? О судах. Потому что вот эти ваши два ответа о том, что вы переслали в суды, это вообще кощунственно. Вот мы так считаем. Почему? Потому что частных судов в мире нигде не признано. Частные суды не имеют права быть как таковые. Точно так же, как военнизированные частные какие-то образования, формирования. И прокуратура в том числе, как правоохранительный орган, тоже не может быть частным юридическим лицом. Что у нас получается? Что у нас судьи в частной лавочке выносят решения абсолютно незаконные, которые противоречат Конституции Российской Федерации и законам федеральным. Уж мы говорим, даже пусть это торговая корпорация, но там изданы законы, которые эта лавочка, которая тоже принадлежит вот этой торговой корпорации, должна все-таки использовать же те нормативы. А у нас что получается? Суды вообще принимают противозаконные решения. Никаких прав граждан они не отстаивают. Точно так же, как не отстаивают права ни прокуратура, ни полиция, ни следственный комитет, ни Федеральная служба безопасности и так далее. Поэтому вот на что я сейчас хочу сослаться, чтобы вы себе эти статьи пометили. Значит, я ссылаюсь сейчас на федеральный закон о прокуратуре. В статье 27 полномочия прокурора в числе прочих перечисляется «принимает меры». Вы никаких мер не принимаете, только пересылаете. И здесь даже по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина. По предупреждению даже. А у нас что получается? Людей уродуют, избивают, волоком тащат, ломают ребра в машинах, где полицейские и так далее. У нас прокуратура пишет, а вы нам ничего не указали, вы не назвали нам лиц. А как мы можем назвать лиц, если все в намордниках, вся Росгвардия, весь ОМОН, вся полицейская, гвардия дальше. Меня 6 часов продержали, 6 часов. Жетоны их убраны, их нет. Дальше. Они все экипированы так, что к ним не подступиться, не подойти. Они вообще не подчиняются закону о полиции, где конкретно сказано, что должны они, прежде чем забирать людей, задерживать их, доставлять куда-то и так далее. Предупредить о применении физической силы. Задержания только в 3 часа должны уложиться, если человек не показывает документы. А у нас сейчас документы все показаны, дальше все названо, а людей дубасят, волокут, в живот пинают коленками, и не только коленками, а ботинками. Мы с живыми людьми общаемся, работаем, и нам это люди рассказывают. Все на видео снято, и так далее. Вы бездействуете. И нам пишите, что у вас нет полномочий для принятия мер. Нет, мы принимаем меры, если есть для этого основания. Мы проводим в рамках полномочий наших. Значит, вот мы сейчас вам не назвали ваших полномочий, да? Нет, я просто говорю. А мы это все знаем, поэтому вы нам об этими шаблонными фразами сейчас не отделываетесь. Вот это я вам прочитала только 27-ю статью. А дальше я вам читаю по привлечению к ответственности. С части 1 по часть 4. Там меры заключаться будут в чем? Чтобы восстановить права граждан, которые нарушены. Привлечение к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. У вас вообще, вот в ответах, которые мы уже получили, вы переслали отсюда в прокуратуру железнодорожного района, Земнухов, там такой прокурор сидит не столь давно. Дальше вы переслали, потому что большая часть людей, захваченных на пикетах, на митингах и так далее, она поступает туда, в железнодорожный район, и плюс еще в советскую прокуратуру. И сюда волокут людей не просто единицами, а десятками и сотнями. И у нас столько людей, потерпевших, и вы не собираетесь даже вступать в защиту неопределенного круга лиц, о чем написана статья, хоть в КОАП, хоть в Гражданском кодексе, хоть в Уголовном кодексе. У вас есть полномочия выступать в защиту неопределенного круга лиц, чьи интересы и законные права нарушены. Вы опять переправляете к судям, к преступникам. Что судья будет писать на себя? Вот, например, я здесь конкретно принесла вам вопросы задать из тех ответов, которые нам прислал, вот, например, Зимнухов, прокурор, железнодорожная прокуратура, куда вы переслали наше обращение. Так, в отношении лиц, которых вот 23-го, например, да, января, когда было здесь шествие по городу, были применены меры административного воздействия, административного доставления, но никто как бы не пострадал. Вы об этом нам не сообщали, вы нам конкретных лиц не указали, вы нам конкретные статьи не указали и так далее. Я вообще была потрясена. И вот сейчас конкретно мы будем требовать, чтобы этого Зимнухова духа близко не было в прокуратуре железнодорожного района. Потому что такие публикации были в газетах. Столько было на сайтах, выставлено материала, фотографий столько, где конкретно показывают. Вот этого человека, правозащитник, изуродовали. Ему разбили камеру, ему сделали сотрясение мозга, выбили зубы, он потом освидетельствование проводил. Дальше, его волокли в машину, запихивали неизвестные лица. И когда он послал заявление о том, чтобы ему назвали лиц, которые эти противоправные действия осуществляли, хотя он там ничего не нарушал, они его назначили организатором этого пикета и митинга, и шествия всего вот этого. Но это что творится-то? Дальше, вот этого я послала после события 23 января, когда вот это первое произошло, и там многих забрали, и мы забрали парней несовершеннолетних и девочек. Вот, сразу же 25 числа заявление в прокуратуру, суда и в ФСБ. ФСБ перекинуло вам, вы перекинули на прокуратуры железнодорожную советского района, да, а в это время уже подоспело 31 число, где конкретно уже уродовали других покрепче. Вот этому парню, это прекрасный человек, я его давно-давно знаю уже, да, ему сломали три ребра, запихнув в машину, не предупредив о том, что забирать будут, да он там вообще не был ни организатором, ни кем. Три ребра сломали, легкое проломили, сотрясением головного мозга он попал сразу в больницу, этот вот отделался и так далее, и так далее. А нам пишут, что никаких вы сведений не даете. Что вы нам можете сказать? Что вы нам можете сказать? Будут какие-то расследования прокурорские проводиться? Следственные органы будут. Реагирование будет или как? Или опять вы какие-то отписки будете очередные писать? Понимаете, что помимо законов Российской Федерации, есть еще законы кармы. И если вы так к людям относитесь, когда вы поставлены на это дело, то и с вами потом случится то же самое. По закону кармы. Давайте так, Надежда Николаевна, Юлия Алексеевна, вы, если вы высказываете несогласие с ответом прокурору железнодорожного района, если он вам подписал ответ, да, он не согласен, отправили его обжаловать нам прокуратуру области. Если какие-то есть вопросы по ответу, вы можете пойти на личный прием к прокурору района. И он вам может прокомментировать. То же самое он нам скажет. Вы же понимаете, ответ дается, это же не просто так. Мы в установленном порядке рассматриваем обращение. Не рассматриваете вы ничего. Вот извините, я вас перебью, да. Мы вот эти слова слышим каждый раз во всех приемах. Хоть у того же Земнухова, хоть у Шмелькова в советской прокуратуре и так далее. Все эти выученные фразы мы уже заучили. Но идут не просто месяцы, недели. Людей уродуют, людей убивают, людей гнобят, собирают, вот как ее держали. Я вас услышал, я вас помню. Суть вопроса. Ну а тогда, зачем вы нам вот эти вещи сейчас говорите? Вы нам конкретно скажите. Вот я к вам вместе с ней пришла и говорю, что нас ваши ответы, вот эти, и ответы, которые мы уже получили от тех прокуроров, не удовлетворяют. Сколько мы можем заявлений писать и объяснений давать? Я вам разъясняю порядок. А нам не надо его разъяснять. Мы его выучили лучше, чем ваши сотрудники знаем. Что будем делать? Я просто говорю вам, если вы не согласны с ответом прокурора, Железнодорожного района, но я вам не могу сейчас ничего сказать, о чем были жалобы, что там прокурор района сделал по мне. Этот вопрос требует изучения. Да он ничего не сделал. Ничего он не сделал. Он признал, что нет никакого правонарушения. Ты считаешь, как не сделали вы? Я понял. По распоряжению губернатора что? Который никто в глаза не видел. Я говорю, если вы не согласны с ответом, можете нам его обжаловать. Либо проговорите какие-то вопросы неясности с прокурором района. Это раз. Любой вопрос, которому у вас кто-то нарушает права, кто-то что-то делает неправомерно, вы правы обратиться к нам? А мы обращаемся к вам. И что? Мы с моей месть обращаемся к вам. Надежда Кландзеевна, смотрите, я просто разъясняю. И не просто... Да не надо мне это разъяснять. Я этот закон знаю наизусть лучше ваших сотрудников. Они этих пунктов не знают, а я их вам могу назвать. Поэтому вот сейчас в первую очередь мы пришли сюда. Да, и в устной форме вам все вот это высказали. В соответствии с 59-м законом, который вы тоже любите упоминать о работе с обращениями граждан, написано, что кроме письменных обращений есть еще и устные, которые должны быть зафиксированы в вашем журнале. И вы по этим вот устным обращениям должны уже принимать меры. И мы ждем от вас не бумажек вот этих, а возбуждение уголовных дел, чтобы Земнухов не сидел в этой прокуратуре, а вы нас к нему посылаете. Пусть он нам опять сказки рассказывает. И не Шмельков, который здесь сейчас сменил, Никонова, которого мы отсюда убрали, потому что он преступник. А сейчас сидит другой человек, который преступлений не замечает. Ну что ж вы поняли? Поэтому нам ответьте конкретно, вы собираетесь следственные действия проводить или нет? Вы собираетесь привлекать следователей к работе по нашим заявлениям, чтобы они находили преступление, и чтобы они нам дали ответы, кто изуродовал одного, кто изуродовал второго, кто изуродовал женщину третью, в реанимации которой, да? Кто вот этих девочек забирал туда? На каком основании? Например, судьи до сих пор сидят на своих местах? В одном месте Сапунова сидит, в другом месте сидит. Уже с каких пор... Как его... Ну ладно, неважно. Во всех... А по распоряжению губернатора, которого в глаза никто не видел, по нему что? Я подавала заявление в октябре, да? Да, да. То есть посмотреть в глаза, вот в соответствии с этим 97, 78Х, ответ не дает администрация. Понимаете? На сайт посылают в интернет ресурс, они не имеют права посылать на сайт. Они должны дать бумажное копию, бумажного распоряжения. И ни в одном субъекте Российской Федерации не дает администрация, потому что ни один не подписан такой документ. Это просто аферта словесная. Ну вы услышали, но вы понимаете, что какой беспредел сейчас творится. Давай идем все-таки к более таким вещам. Что с важным, это об измене родины сотрудников судов и Рязанского областного, и Рязанского арбитражного. Если мы заявляем о преступлении и пишем 306-ю статью, указываем, что мы знаем об ответственности за неправильно сообщенные здесь сведения, но если эти сведения здесь приводятся, и если вы ни на один пункт, который мы здесь обозначаем, не даете нам реального ответа, мы здесь приводим статей одних, значит, по Конституции, вот здесь перечислено нарушено судьями, одна, две, три, четыре, пять, шесть, это как минимум. Дальше, федеральный закон 323-й, два, да, дальше, закон о чрезвычайных ситуациях, режимах повышенной готовности 68-й, там есть все вещи, но самое-то главное, из Уголовного кодекса мы перечисляем статью о превышении должностных полномочий и так далее. Все это перечислено. Почему вы нам не дали обоснования ни по одной из этих статей? Почему вы нам не даете обоснования